Не просто лето, а лето с футбольным мячом. Для команд турнира начались одни из самых главных отборочных соревнований по футболу на итоговый федеральный кубок. Но для того, чтобы показать свою спортивную мощь в столице нашей страны, вначале нужно сразиться с командами внутри городских районов, затем с победителями и выйти в областной этап. Ценность турнира стоит в том, что мальчики и девочки, которые до этого, может быть, никогда не играли в футбол, начинают приобщаться к этому виду спорта. А у нас как раз играют и мальчики, и девочки. Если они никогда до этого не знали, не собираются в команду, учатся команде образования и, конечно же, командной игре в футбол. В этом году турнир проводят в двух возрастных категориях. В нем принимают участие мальчики и девочки 2011-2013 годов рождения, а также 2008-2010. Соревнования проходят в два этапа. На первом команде соревнуются внутри районов, каждый из которых выставляет определенное количество команд. Наибольший сейчас в промышленном и Кировском. В дальнейшем, уже на втором этапе, он пройдет с 22 по 24 июня, районы будут соревноваться между собой. В финал выйдут по одной команде от группы. Они и станут потенциальными претендентами на областной и федеральной кубке. Самара и Самарская область были отмечены как лидеры по реализации данного проекта в рамках как раз партийного проекта «Детский спорт». Разнообразить досуг ребят, которые сейчас находятся на летних каникулах, и подарить детям новые впечатления стараются в лагерях дневного и загородного пребывания. Дети показывают свои знания, умения и навыки, играя в популярную зорницу. Игра предполагает до 14 состязаний в одном туре. На каждом этапе ребят сопровождают педагоги. И при необходимости помогают им. Оценивается ловкость, меткость и скорость выполнения заданий. В преддверии 24 июня «Зорница» пройдет с привлечением сторонних наблюдателей, представителей внутригородских районов, военкоматов, патриотических клубов и родителей. В соревнованиях принимают участие обучающиеся всех возрастов. Игра начинается с торжественного построения, поднятия флагов, подгину, раздача маршрутных листов. Также 20 июня стартовала смена в военно-патриотическом лагере «Страна героев». Заявки на смену принимались до 21 мая от детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Желающие оставляли их на сайте странагероев.рф. Участие в лагере является бесплатным. Формирование состава лагеря осуществляется на основании конкурсного отбора. Жюри оценивало представленные кандидатами документы, которые подтверждали их достижения. Участники военно-патриотического лагеря не должны были иметь противопоказаний для занятий спортом. В первую смену отобрали 53 ребенка. Для них был организован трансфер из городского округа Самара до лагеря «Лесная сказка». В течение лета лагеря планирует принять четыре смены. Ольга Павловна, Василий Кладошов. События.